Добрый день! Здравствуй, Полтава! У меня сегодня уникальнейшая возможность познакомить вас с Иваном Коризна. Это виолончелист. Я только что присутствовал на репетиции, и я вам скажу честно, я получил ошеломляющий восторг. Я такого, честно вам скажу, давно не испытывал. Иван у нас в 19 лет стал лауреатом конкурса имени Чайковского. То есть уже в юном возрасте он достигал довольно серьезного уровня. Сегодня ему 25 лет, и в этом году он стал лауреатом конкурса имени королевы Елизаветы, который проходил в Брюсселе. Сегодня я вам хотел бы вас познакомить с Иваном. И у меня такие вопросы немного, может быть, в сторону, но все равно я думаю это по теме. Мне хотелось бы спросить, Иван, скажите, пожалуйста, как вы стали музыкантом все-таки? Ну, вы знаете, не случайно я стал музыкантом, потому что вся моя семья, она связана с музыкой и с искусством. С искусством, с музыкой в частности. Мой дедушка поэт, бабушка преподавала аккордеон в музыкальной школе. А родители музыканты, мама пианистка, папа композитор, сестра скрипачка. Поэтому родители хотели, чтобы их дети оба играли на чем-то, были музыкантами. Поэтому в 6 лет я начал играть на флейте, а всем так сложились обстоятельства. И по рекомендации знакомых меня показали моему будущему педагогу по виолончели, и я перешел на виолончели. Здесь для виолончели какие-то особые способности нужны? Ну, почему ваш учитель именно на вас посмотрел и сделал такое предложение? Ну, вы знаете, это вообще условно, конечно. Конечно, есть какие-то вещи, как физические данные. Например, что касается виолончели, вот мы видим, что немного женщин, в принципе, играют на виолончели. Наверное, я не обращал внимания. Больше, это такой более мужской инструмент, наверное. И нужна все-таки физическая сила, чтобы играть на виолончели. А, вот так же. Да, то есть хрупкая маленькая девочка, она не сможет играть. Что касается скрипки, то там есть и гениальные, и потрясающие скрипачки, именно женщины. В виолончели есть одна-две, и общался, как говорится. Ну, и, конечно, важны руки, пальцы, уши. Конечно, важен талант. Уши – это для музыканта, это самое важное. Конечно, нужно быть не бездарным с детства. И как-то, наверное, конечно, тот факт, что я все-таки из музыкальной семьи, он, конечно, помогает. Хотя я знаю очень много случаев, когда люди абсолютно не из музыкантских семей преуспевают. Это прекрасно, потрясающе, гениально тоже исполнители. Исполнительный становится. Скажите, а как Вы относитесь? Вот сейчас мы довольно часто видим и сталкиваемся с тем, что из музыкантов аккордеон, виолончель, то же самое, делают шоу. Где-то пытаются играть роковые вещи. Вот в таком плане Вы лично как к этому относитесь? Клипы часто снимают? Для популяризации или для чего, я не знаю. По большому счету, да, Вы правильно сказали, по большому счету я отношусь к этому негативно. Потому что это все-таки не та настоящая истинная музыка, которым я лично хочу видеть и которой я хочу получать удовольствие. Потому что все-таки эстетика классической музыки – это совершенно другая эстетика рок-музыки, да, и поп-музыки и так далее. Это совсем разные вещи. Как Вы сказали, для популяризации это хорошо, с одной стороны, потому что человек, который пойдет на концерт такой, он видит филармонию, потом, может быть, у него возникнет смысл сходить в филармонию. Или, может, самому как-то попробовать фортепиано немножко. Или, может быть, это его заинтересует. И это, в принципе, плюс. Но, конечно, в принципе, по большому счету это не одно и то же. Поэтому я отношусь нейтрально. Ну, конечно, это… Осуждать тяжело. Конечно, осуждать тяжело, но мы живем в таком мире, когда, к сожалению, классическая музыка и вообще все настоящее искусство, которое ценное с эстетической точки зрения, оно, скажем так, не в почете большом и не популярно. Хотя, вы знаете, это, наверное, было, в принципе, всегда так. Ну, прекрасно всегда в таком положении. Хочется, конечно, привлекать людей. И это одна из причин, которые я вообще… Вы много проводите времени за границей концерты. Я знаю, что часть времени живете за границей. А скажите, а там отношение к классической музыке какое? Примерно так же, как и у нас? Или, может, активнее воспринимают? Я живу за границей, уже давно я уехал в Париж учиться, когда мне было 17 лет. С тех пор я там. Я вообще из Беларуси, вы не сказали. Да, да. У меня фамилия белорусская, кстати, мои корни тоже оттуда. А, ну вот. И, значит, да, что касается отношения к искусству и к классической музыке, в частности, в Европе, конечно, там уровень образования у людей другой. Поэтому есть какие-то… Могу сказать, что да, что отношение другое, в принципе. Потому что люди больше знают, люди больше ценят, как часть их культуры, как что-то очень важное, как что-то важное для саморазвития, для какой-то самореализации. А как думаете, имеет ли значение социальное положение? Ну, все-таки люди там, эти граждане западных стран, они в лучшем социальном положении, чем, например, те же самые украинцы. Влияет ли это на восприятие классической музыки, как думаете? Ну, влияет, конечно. Ну, может, больше достаток, больше возможностей. Да, но человек по-большому сам решает, как мне кажется, как он. Богат он или бедный. Это не всегда в деньгах выражается богатство. Немножко у другого. То есть, конечно, я согласен, что когда нет денег, когда нужно постоянно думать о том, как есть, как накормить семью и так далее, как накормить родителей, детей, тещу, не знаю, внуков и так далее, то не остается времени на что-то другое. Но, с другой стороны, если человек думает, и человек думающий, он приобщает себя к искусству. Если он хочет быть не просто хомо-сапиенс, да, а... Еще воспринимать окружающий мир во всех прекрасных его социальных сторонах. Я не хочу никого обидеть, но человек по-большому счету сам решает. И, конечно, это зависит от образования, от образования родителей, школы, университета. Университета, окружающей среды. Мне повезло. У меня был прекрасный первый педагог. Я уехал в 17 лет. У меня Париж в 17 лет. Смотрите, мальчик в 17 лет из Беларуси, да, из провинции абсолютно приезжает в Париж. И, конечно, мне повезло в этом плане, да. Но, собственно говоря, вот для этого я здесь сегодня, чтобы приобщить людей, чтобы показать им, насколько может быть прекрасна классическая музыка. Ну, я, честно говоря, видя Вашу работу, вот как Вы были на сцене, на репетиции, мы, наверное, с Вами чем-то похожи. Я своей работой живу. То есть для меня нет понятия выходной, нерабочее, я не понимаю, как это, нерабочее время. Я всегда в работе. То есть если я вижу что-то где-то, какую-то новость, интересного человека, я всегда стараюсь встретиться, не задумываясь о времени. У меня вопрос. А другую музыку Вы слушаете, вот, раз, интересно, где-то, вот, тяжело назвать это моментами досуга, у нас с Вами, да, все равно мы все время в работе, как бы даже мысленно. Вот какую-то музыку Вам интересно слышать? Конечно. Например? Например, джаз. Очень люблю джаз. Разный. Но джаз это настолько широко, тут вообще без вопросов. Да, да. Ну, я вспоминал рок. Вам интересно это? Да, ну, когда я был помоложе, я бы, конечно, больше интересовался, но в основном роком американским 60-70-х годов. Старики, вот, когда он только начинался. The Doors, там, Beach Boys и так далее. Но у нас с Вами совпадает. А Вы не пробовали эксперименты такие, играть такую музыку? Ну... Чисто в виде экспериментов? Вы знаете, когда-то это было, что-то пробовал с кем-то, да, но так, чтобы серьезно заняться глубоко. Получалось? Вы удовольствие получали? Получал, конечно. Конечно. Ну, со временем, когда занимаешься серьезным искусством, серьезным не в плане сложности, а просто в плане подхода, потому что я все-таки открываю ноты, и мне надо выразить идею композитора. Когда я это делаю, то у меня есть определенные рамки, которые должны входить... Вы воспитаны в определенном стереотипе, я правильно понимаю? Джаз для Вас уже проблема будет. Это не стереотип, но это как правила какие-то, да. Правила. И я со временем, когда вот это очень много делаю, потом очень сложно, да, и вот джаз там, все, вот это сложно. Я могу, я знаю какие-то стандарты, это играю, но это надо переключаться очень сильно. Это совсем другая специфика. Вот скажите, вы сейчас, у вас турне по Украине, или вы только к нам приехали? Только вот в Полтаве концерт сегодня, и Кременчук 20 октября. И все? И все. Серьезно, вот это вы из-за двух городов приехали? Да, да. То по предложению... Знаете, я никогда не был в Украине. Вы первый раз в Украине? Первый раз. Когда вы приехали? 15 октября. Вы гуляли по Полтаве? К сожалению, нет, потому что вот заболел, поэтому... Поэтому... Жалко, мне хотелось услышать ваши впечатления от нашего города. Ну, я так видел, в принципе, мне нравится, и мне нравится... А по сравнению с Белоруссией, с вашей родиной? Вы знаете, мне нравится Украина, Беларусь. Мне очень нравится в Украине, что люди говорят на украинском, на своем языке, что люди, в принципе, довольно открытые, и, знаете, ну, такие южные славяне. Я вот чувствую это, потому что в Беларуси люди немножко, немножко такие забитые, зажатые. Так, стоп, давайте не будем уходить в эту сторону. Это, наверное, сейчас в политику мы уйдем. Ну, мы уйдем в политику, но это не политика, это не секрет, что все-таки там еще система... Немного другая. Немного другая, еще остаток Советского Союза, а здесь все-таки что-то меняется. Часто вы в Полтаве сталкиваетесь с украинским языком? Я говорю по-русски, мне отвечают... Не, ну вот сейчас, вот в быту, вот в той среде, где вы... Просто у нас, я вам объясню вопрос, ну, это немножко политический, у нас довольно часто говорят, что Полтава русскоязычная, русскоговорящая, даже бывают конфликты из-за этого. Вот вы со стороны, насколько часто украинский язык доминирует, не доминирует? Или просто к вам, может, по-русски обращаются для того, чтобы не создавать какую-то дистанцию? Вы знаете, я слышал, я, ну, вот в супермаркете я ходил, да, я слышал очень много украинского языка. Много украинского языка. Но на кассе я говорил по-русски, со мной говорили по-русски, и... Не видели проблем вообще? А вообще украинский язык нравится, да? Нравится, да. Нравится тот факт вообще, что люди на нем говорят. Потому что, понимаете, в Беларуси не говорят, вот что я хотел сейчас сказать. В Беларуси есть белорусский язык, но на нем не говорят, на нем говорит пару процентов населения. Ой-ой-ой. Потому что... Почему... Почему не будем говорить, потому что это тоже запретная тема. Она не запретная, у нас с этим проще можно говорить и говорить. Ну, мало ли где увидят. Ну, да. Вы в соцсети. Хорошо. Вы по-белорусски пригласите на концерт полтовчан. Сможете? Могу, ну, да. Ну, к своему стыду я так как тоже не общаюсь на нем, просто не с кем. Я тоже забываю, но могу поспробовать. Поважанные полтовчане, запрошаю вас на концерт. Сегодня вечерина у 7.1. Буду вельми рады вас бачить на концерте. Поважайте. Поважайте.